Оля Романова, она уже здесь, Оля, добрый день, я ожидаю новые очки, так, ну она решила меня добить, но это не важно, ну, что делать, что делать, да, 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 я вспоминаю карикатуру Херлоффа Битструпа, помнишь, когда-то был такой гений, сейчас, кстати, довольно плотно забытый, что? Датский гений, да, да, да. Вот такая шляпа, на третьем такая, на четвертом такая, на пятом такая, а вот на шестом он вдруг одел котелок, знаешь, вот такой вот, ну, так сказать, не круглый, а такой, и на следующем рисунке врачи его одевают в этот халат сумасшедшего и сажают машину, да, да. Ну, давай, дорогая, я тебе расскажу приятные новости из Российской Федерации, с каждым днем все радостнее жить. Сегодня вступили в силу утвержденные правила правительства по сдаче загранпаспортов для россиян, которым ограничили выезды страны. Постановление было опубликовано 24 ноября и подписано премьером Мишустиным. Согласно ему, россияне должны в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда сдать загранпаспорт на хранение в МВД, МИД или ФСБ или в госорганизацию, применившую к ним подобное ограничение. Такой запрет может вводиться в отношении людей, имеющих доступ к гостайне, сведениям особой важности при направлении на военную службу, при службе ФСБ. Если гражданин является подозреваемым, обвиняемым по уголовному делу, осужден, не исполняет наложенным судом обязательства, это долги, признан банкротом, либо сообщил ложные сведения при оформлении загранпаспорта. Кроме того, согласно действующим с апреля поправкам, выезд закрывается для тех, кому направлена повестка в военкомат. При сдаче паспорта оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдается, кому сдают паспорт, а другой, значит, остается у полномоченного органа. Ну вот такая вещь, моя дорогая, вот такое вот. Тебе это нравится? Ну, я попадаю в эту категорию людей, которым надо сдать загранпаспорт, и, видимо, у меня сейчас кончающийся загранпаспорт мне больше не продлят, потому что у меня Олег Дерипаско выиграл суд, и я должна ему теперь 10 тысяч рублей в день. Вот, поэтому, ну, думаю, что я быстро очень... Ну, то есть, как, я уже ему должна, я не знаю сколько, 100 тысяч, 200 тысяч, не знаю. Нет, ну, хорошо, я понимаю твои переживания, ну, почему бы не проиграть Дерипаске, понимаешь? Я говорю о другом. Что будет вот с этими ребятами, кому направлена повестка в военкомат? Повестка-поездка. Повестка в военкомат. Вот как бы ты оценила эту историю? Собственно, мне кажется, для этого и делалось. Конечно, это для этого и делалось. И если продолжать сейчас идти на поводу, сдавать паспорта, складывать лапки, да, когда призывают идти на войну, ну, такая вынужденная беспомощность, я уже даже не хочу говорить про это, такой конформизм, который очень близко просто к устану расстройству. Но пока есть, пока есть организации работающие, идите лесом, например, можно сделать все. Я вот только что переписывалась с парнем из Бурятии, который пробрался сейчас в Германию. Четверо детей. Четверо детей. Четверо. И уголовное дело против него заведено, потому что он, прежде чем уехать из Бурятии, сказал все, что он думает о войне, о мобилизации, все на свете, и он там, по-моему, по особо-чему терроризму. Ну, слушайте, ну, нет такой причины, по которым вы не должны, обязательно должны идти на войну, да? Вот нет денег, да, пожилые родители, лучше я пойду на войну. А если вас убьют, конечно, пожилым родителям будет прямо вот дофига как легче, конечно, безусловно. А нет такой причины, по которой надо брать ружье и идти убивать украинцев. Такой причины нет. Если у вас лапки, это не лапки на самом деле. Это отсутствие мозгов, совести, сердца и человеческого облика. Ну, сидите, ждите, когда вас отправят на войну и будете там убивать ни в чем неповинных людей. И дальше, ну, вас не жалко. Оля, мне не нравится твоя позиция. Вернее, мне нравится твоя позиция. Ты хочешь, ну, ты хотела бы сохранить им жизни, но ты очень жестко говоришь. Я тебе объясню, в какой части. Понимаешь, ты забыла, ты перечислила совесть, честь, там, мозги и так далее, но ты забыла одно слово — возможности. Понимаешь, в чем дело? Вот не все люди... Я понимаю, поэтому я не называю организации, которые это делают еще, которые помогают уехать. Насколько я знаю, слежу за деятельностью этих организаций, которые вот именно не политическим активистам, а обычным людям, которые хотят идти в армию, помогают. Вот Григорий Светлый, она ругается, идите лесом. Там тысячи людей вывесены. Да, это не жизнь в пентхаусе на Манхеттене. На них только жизнь в пентхаусе на Манхеттене обещал. В принципе, собственно, с какой стати-то? Прости, а вот этот человек, о котором ты сказала, из Бурятии, по-моему, он выехал что, всей семьей с детьми? С четырьмя детьми, да. Ну, здорово. Если люди не хотят убивать, они не будут убивать. Ну, справедливо. Проубивать. Сейчас я тебе покажу господина Гурулева. Господин Гурулев, я вам напомню, это такой фрик такой, который в Госудуме, да, если я не ошибаюсь? Ну, да, в Госудуме, да, комитет по обороне. Член комитета по обороне или по безопасности, я уже не знаю. Ну, он давно топит за смертную казнь. И вот очередной его высер, я бы так сказал. Посмотрим. Я с коллегами разговариваю, которые в погонах ходят. Мужики, ну а вот как? Они говорят, очень просто. Посмотрите, как все происходит в республике Беларусь. Там, первое, смертная казнь. Второе, там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили. Тут же. Сели никуда не фишеры, сарафанная радио на всю Белоруссию моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена. Перенимать практики лучших. Ну, наверное, что-то надо делать. На мой взгляд, это вообще весьма актуально. Применять высшую меру наказания в отношении тех, кто совершает подобные террористические акты. Тем более в стране, которая... Ну, у нас война идет. Война, о которой мы говорим, что она судьбоносная. Приятно, что господин Шахназаров все это дело поддерживает деятель искусства, который сделал очень хороший фильм «Мы из джаза», который я любил. Ну, еще он пару сделал фильмов очень хороших. Вот. И он говорит, ну да, пора, судьбоносная война такая, да, терроризм, да. Ну что, как ты думаешь, примут смертную казнь? Путин пока воздерживается. А нет, не примут. Не примут по одной простой причине. Хоть это мера и популярная, я бы сказала так. Я как-то видела в Твиттере одна какая-то кисейная барышня написала замечательный твит, замечательный. Она написала, что сколько же в людях жестокости, сколько же в них, как это все ужасно, то, что происходит. Пора возвращать смертную казнь. Да, вот я хочу тебе сказать, что мы спросили наших подписчиков в Телеграме, как они относятся к инициативе возвращения смертной казни. Ты знаешь, нас смотрит 80% людей из Российской Федерации. 5% — да, надо брать пример с Беларуси. 45% — нет, это нарушение прав человека. И дальше смертная казнь нужна только за преступления чиновников. То есть китайский вариант. Ну вот видишь как. Ну что хочу сказать. Во-первых, почему, собственно, Путин не примет? А что тогда делать с каннибалами, которые так прекрасно сейчас воюют? Да, кстати. Если бы их убили бы, если бы была бы смертная казнь, кто бы сейчас воевал бы на фронтах? А если сделать только для поджигателей релейных шкафов, ну это как-то несоизмеримое преступление с убийством, массовым убийством, там, с каннибализмом, с чем-то еще. Это во-первых. Поэтому пока нет. А что касается любителей расселять чиновников, давайте посмотрим на чиновников. Никита Белых сейчас получит 12 лет очередные. Он чиновник, да, губернатором был. Не жалко Никиту Белыха? Даже если он, да и не знаю, там, если вы считаете вором, негодяем и прочее, прочее, в общем-то у него есть и заслуг довольно много. Окей. Сколько чиновников посажено за, ну не то, что просто стрелочников. Будем их стрелять? Вы же, мы же никогда не доберемся до корня зла при нынешней России. У Лукаева бы расстреляли бы давным-давно за его колбаски сеченские. Кому-нибудь легче бы от этого было бы? Ну, не знаю. Народ бы еще охотнее побежал голосовать за Путина, потому что это жесткая рука, о которой народ мечтает. Это такое уже немножко сталинское, знаешь, такое вот справедливость. Понимаешь, смерть, смерть этим людям. Они не достойны ничего, кроме смерти. Вот такая история. Какой хороший ролик сегодня. Очень малоизвестный канал вывесил про Сталина, не видели? Коротенький-коротенький совсем, но уж больно хорош. Вот прямо про то, о чем мы говорим. Я не знаю, сейчас я смогу вам показать, не смогу. Не, ну ты просто расскажи, расскажи, а люди посмотрят. И вообще, Сталина на вас нету, говорит старушка. Я не забуду тебя никогда. Ну, вот, собственно, все. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Нет, конечно. Да. Да, Сталина нет. Просто проблема в том, что отлично здесь показан Сталин в виде Рэмбо. И он же, да, он же будет стрелять по всем, по всем. Старушка, наверное, не разглядела, что там была ее внучка, наверное, там ее жучка, бабка, детка, там еще какая-нибудь. Ну, смотрите, друзья, вы знаете, что есть такое, ну, как бы альтернативная служба, в принципе. Но альтернативная служба – это когда, вы понимаете, что когда ты как бы не служишь в армии, а служишь альтернативно. Альтернативно, ну, например, в доме престарелых ухаживаешь за стариками. Это я просто сказал к примеру, к примеру. А есть служба, как бы когда вот ты приходишь, и вот то, что ты умеешь, специалист, ты это делаешь. Ну, например, повар. Вот повар. Ну, ясно, что он готовит лучше, чем какой-то там Вася, и он сумеет приготовить, и люди не отравятся, и так далее, да. Или, например, фельдшер. Ну, это оказание первой помощи, и так далее. И я с удивлением читаю. Поваров и фельдшеров, согласившихся поработать в зоне СВО по специальности, переквалифицируют в саперы и штурмовики. Их семьи жалуются на вранье Минобороны, и невозможность разорвать нарушенные контракты. Добровольцев, согласившихся поучаствовать в СВО, сохраняя свои мирные специальности, перебрасывают в боевые части и заставляют брать в руки оружие. Об этом в чатах родственников, военнослужащих пишут их родственники. Значит, вот Минобороны, ну, в общем, короче говоря, вот такое вот происходит. Вот такое происходит. Опять нас обманули. Да вот когда было иначе-то? Когда было иначе? Ну, я это вижу, например, тоже по заключенным, по заключенным женщинам. Вот у меня есть такая вот прям пробирочная колония, за которой я очень слежу. И К7 женская в Саблино, Ленинградской области. Там уже два набора забрали женщин на фронт. Кого берут? Берут всех, значит, кроме ВИЧ-инфицированных, ну, с заболеваниями, там, типа, открытой формы туберкулеза. С гепатитом берут, все нормально. И не берут где-то убийц, потому что это, ну, отдельный разговор, почему в женской зоне это все, ну, нельзя брать, они неприкасаемые. И, вернее, очень даже прикасаемые, но просто совсем такая нижняя категория, опасная. Берут якобы не в операторы дронов, но в снайперы, в стрелки, там, еще что-то такое, фельдшеры. При этом без ограничения возраста и физических кондиций. Да, есть у тебя очки на минус 12, нет, ты годишься. И представить себе, что обычная женщина, которая там сидела 5 лет, будет снайпером через месяц учебы, да, это довольно странно. Конечно, они штурмовички, конечно, они в окопах. А кому жаловаться? Ну, то есть, ну, как-то вот понятно, да, что здесь отправляют на войну и обещают, что ты будешь там оператором дрона. Ну, конечно, ты не будешь, ты же на это не учился. Ну, вот меня что удивляет, что нету возможности юридической защиты в армии. Она же как-то осуществляется. Так нет возможности юридической защиты в стране? А как? Если выпускают из зон сотни тысяч уже, да, уголовников, не спрашивая потерпевших. Потерпевших, которые получали не то чтобы миллионы, да, или сотни тысяч, они получали там, не знаю, по две тысячи, по три тысячи рублей в год, да. Но, тем не менее, это было наказание, были какие-то отчисления, да, был какой-то контакт, что этот человек совершил преступление против вас или ваших близких, и вот он никого не спрашивает потерпевших. Ну, как, вот это вот, это краеугольный, да, краеугольный камень уголовного наказания, прежде всего, интересы потерпевших. Ну, и каким образом дальше это все, да, каким образом происходит помилование, почему происходит помилование, кто это делает, и каким образом должны обычные люди на это смотреть. Если он убил, расчленил, изнасиловал, съел, и он вернулся героем войны, героем специальной военной операции, ты почему мне завтра не пойти грабить банк, или грабить старушку, или десять старушек? Если повезет, у меня будут деньги. Если не повезет, я знаю, что делать. Я прямо из СИЗО запишусь на войну, через полгода, если выживу, смогу вернуться к своим старушкам. Да. В Казани состоялся согласованный пикет против введения запрета на аборты. Вообще, когда я читаю согласованный пикет на что-то, у меня это вызывает огромное удивление. Как сообщил телеграм-канал СОТО, власти разрешили присутствие не более 20 человек на пикете. Участники акции держали в руках плакаты, нет абортов, нет секса, а также дети должны быть желанными. Они при этом заявили коммерсанту в мэрии Казани, пикет был посвящен повышению демографии и запрету абортов. Осенью 2023 года множество частных клиник в Курской области, Татарстане, Крыму и других регионах отказались проводить медикаментозные аборты. В ноябре штрафы за склонение к абортам были введены в Мордовии, Калининградской и Тверской областях. Курские власти предложили распространить эту норму на всю Россию. Вот такая вот история. Вообще странно в 2023 году рассуждать, имеет ли право женщина делать аборт, и кто ей может это запретить или разрешить. Но это как-то дичь какая-то. Ну, если уж хорошо, если уж мы до этого дошли, давайте вернемся, как мы любим, к корням, к традиционным ценностям, к истокам. Ну, Аристофан, Лисистрата. А не давать. А вот не давать им тем, кто за борту запрещает. Просто, ну, да не, вы им не давайте. Ну и все. И вообще, кто мужиков отправит на войну, вот вы им не давайте. Кто идет на войну, вот вы им тоже не давайте. Пусть все разрешается, поделится демография. Не-не-не. Короче, Лисистрата, еще никто не придумал ничего. Поговорим о словах. «Германии нужно свыкнуться с мыслью, пишет Deutsche Welle, что, возможно, придется вести оборонительную войну», заявил генеральный инспектор Бундесфера Карстен Бройер в интервью агентству. По его словам, то, как Россия вооружается и как себя позиционирует Владимир Путин, вызывает беспокойство. И вот дальше он говорит очень интересную фразу. То есть вот то, что я сейчас прочитал, мы с тобой и так без него знаем. А вот дальше он говорит. «Возврата во времена, предшествовавшие полномасштабному российскому вторжению в Украину, не будет», — подчеркнул генерал. «А что, почему не будет? Ну, когда-то война закончится, и как-то закончится, мы не знаем, никогда, никак. Ну, вернутся люди к мирной жизни. Вот это, наверное, времена, когда предшествующие полномасштабному вторжению». Я вообще слышу в его словах не совсем даже и политику, а обращение к бывшим Путин Ферштейрам, которым заткнулись все-таки сейчас. Ведь вот такие Путин Ферштейры, там довольно много людей, конечно, просто наивных, плохо образованных, довольно странно понимающие русский дух и прочее, но в основном это люди, которые делали в России деньги. Немецкий бизнес, да, там, Турбины, Сименс, все такое, их лобби по-прежнему очень сильное. Они по-прежнему, они тоскают по временам, когда можно будет в открытую торговать. Ведь многие компании, в том числе немецкие, санкции обходят, мы это понимаем. Мы это понимаем, и мы видим там немецкую продукцию на прилавках российских магазинов, те же BMW или Mercedes. Все это, конечно, обходится. И давление на то, что, ну, слушайте, ну, что там этот Донбасс? Ну, где он, этот Донбасс? Ну, он был украинским, там же русские живут. Ну, что мы там, ну, деньги же теряем. И потом, ну, люди так любят наши машины, так любят наши лекарства. Ну, Путин, ну, шо упрал слово? Ну, это же люди, это дети, это кошечки и собачки, им нужны лекарства в далекой где-нибудь, я не знаю, там, в Туве и в Бурятии. Нужны наши турбины. В конце концов, то, что Крым останется без воды, это же не отдыхающие, там люди живут. Ну, что же вы, изверги какие, это же не Путин. Давайте людям поможем. Вот этот вот дядечка, да, сказал, что не, вот это вот, заткнитесь. Все, не будет никакого Сименса, не надо, Мерседесы вот эти ваши, да, мы все видим, не шалите, забудьте. Правильно сказал? Про слова. Мы сегодня с тобой несколько раз говорили про слова. Ты знаешь, наверное, замечательного политолога Александра Морозова, который в Праге живет. Конечно. Да, и он пишет какие-то очень точные вещи. Вот смотри, что он написал. В общении теперь уже много, но уже устоявшихся фраз. Беседовал в Берлине с одним из бывших вышкинских преподавателей. Ну, зрителям объясню, имеется высшая школа экономики. Вот я понимаю, что это вот это обозначает. Вспоминали тех и этих, вспомнили профессора Ха. Мол, как там у него дела? И собеседник вдруг говорит. Вроде писали, что он там зиганул. Ну, нет, сказал. И он просто недостаточно четко выразился. Все-таки он не призывал, как Прилепин брать Киев, или как профессор Козырев не называл идейных противников самодержавия предателями Родины. Дальше он в скобках пишет. Но словечко «зигануть» укрепилось, как я понял. Понимаешь, действительно, язык же он, помнишь, живой русский язык. Вот живой русский язык он как-то взял и объединил вот это вот все. Ну, вот как объяснить, что... Понимаешь, мы же не будем с тобой делить, что он там призывал, не призывал, говорил слова, вот как этот Гурулёв, не говорил, мягко сказал. Да нет, просто... Ну, они там зигуют и все. Как ты перешел с немецкой темы на российскую через слово «зиговать». А ведь «зиг» по-немецки это всего-навсего, это победа. Победа, зиг, победа. Просто после «зигхаль» это стало зиговать, это стало другое. Ну, я понимаю, да. И сейчас в нынешней России, я уверена, что зиговать, это присягать букве «зет». Вот это вот «зет-вэ», то есть быть фашистом, да, по отношению к украинцам, к Украине, «зет» зиговать именно от этого, да, вот признаки русского фашиста, который зигует, это буква «зет». Нет, ну, дорогая, мы с тобой о разном говорим. Я говорю, что появилось общее, очень удачное слово, которое, вот, например, Пупкин, вот он молчал, 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 и вдруг зиганул. И тут, ну, вот так, а что он сказал? Да не имеет значения, он там что-то Путина поддержал, короче, зиганул. Понимаешь? И вот это вот, мне кажется, это очень хорошая придумка. Спасибо тебе, Оля Романова.